Как Махараджи, как Вайшнавы всегда говорят о том, что нам очень повезло, что каждое мгновение, когда у нас есть возможность слушать Харикадху от Вайшнавов, слушать Харикадху от возвышенных Вайшнавов, это фактически то, ради чего мы родились в этом мире. Махараджи попросил мне сказать немного о Джива Татре. Джива Татре — это значит «Она», «Джива» — живущие по-русски, те, кто обладает жизнью. Жизнь наша и жизнь животных. Отличие между нами в том, что нам можно послушать Харикадху от Вайшнавов, а им нет. Нам можно, а у них не получится. В других телах гораздо больше возможностей наслаждения. В других телах гораздо больше можно кушать и наслаждаться этим вкусом. Человек не может так наслаждаться едой, как могут наслаждаться этим животные. Им гораздо приятнее. Человек, он не может наслаждаться так бегом и такой скоростью, как животные. Им гораздо приятнее. Человек не может летать, как птица и наслаждаться полетом. А птицы могут. По всем критериям мы уступаем перед животными. Только говорить «так петь», «так ходить», «так плавать в воде», наслаждаться глубиной водой. Даже наслаждаясь сексом, они получают удовольствие гораздо больше. И их возможностей для этого гораздо больше. Человек действительно уступает во всем животным. Некоторые поэтому, завидуя животным, как это свойственно обусловлено душе, начинают заниматься различными видами йоги, чтобы развить немножко побольше свои возможности для еды, для полета, для хождения по воде. Но это, конечно, слишком великое. Ну, хотя бы многие мечтают, как бы жить и, например, не кушать вообще. Как можно питаться праной из воздуха. Часто очень слышишь, приходят такие большие звезды, и спрашивают, задают вопросы. Как можно жить и как можно дольше. Как можно то или иное. Однажды всем известна эта история с Ламаной Госвами Махараджа. Он, вернувшись однажды в свою деревню, в которой был, узнал о том, что один из его соседей, один мужчина, тоже вернулся домой после своей духовной практики. Тот ходил в Гималайи к одному гуру и развивал свои мистические способности. Он, прошло лет 50, и он научился ходить по воде, прямо как Иисус Христос. Ну и поэтому, соответственно, объявил себя Господом. Люди, как это свойственно, невежественны по своей природе. Они, когда видят какое-то чудо, они сразу думают, это Бог. Опять же, это толкает кумир, вот это желание стать таким же, как Он. И люди побежали за Ним, чтобы получить Его милость, Его благословение. А Ламана Госвами Махарадж не пошел, и когда Его спрашивали, ну почему же ты-то не идешь? Это же наш, не родственник, это как в одной деревне, как это называть? Это населечанин. Это населечанин. У нас такой великий населечанин, ты не идешь посмотреть. А Ламана Махарадж сказал, я не хочу смотреть на такого глупого человека. Как это глупо, Ламана все опешивали. Он же может ходить по воде, Он же такой великий. А Ламана Махарадж сказал, он потратил на это 50 лет своей жизни. Он отдал для этого всю, фактически он отдал для этого всю свою жизнь и все свои силы. И получил то, что я могу просто заплатить 5 рупий и переправиться через реку. А смысл? Душа в этом мире постоянно завидует Господу. Несмотря на то, что Дживера Сверопогой Кришна Рамитья Даса, она думает, что став Богом, она станет счастливой. Она глупа и так, из-за своего невежества. Кришна говорит, Кришна говорит, они мои маленькие частички. Они обладают Божественной природой, Божественной силой, Божественной красотой. Они мои маленькие частички. Но они сейчас в материальном мире находятся, рождаются и умирают бесконечно. И все потому, что они хотят быть Богом. Каждый из них хочет быть Богом. Почему мы здесь находимся? Почему мы вдруг считаем о том, что мы — это материальные тела? Каким образом может получиться такое чудо, что Душа, обладающая Божественной природой, начинает думать о том, что она — часть материального мира, часть инертного, инертного, бесчувственного мира, материи. Каким образом Душа, находясь в теле собаки, начинает считать себя собакой? Это же чудо. Представляете, Душа, которая может видеть сама, которая вечная, которая может слышать сама, видеть сама, у нее духовная природа. Она, попадая в просто-напросто в мешок костей и слизи, вдруг начинает считать себя, что она этот мешок костей. Каким образом это возможно? Каким образом Душа, попадая в тело свиньи, начинает считать себя свиньей? И быть при этом счастливым. Помните историю с Индрой? Он раньше был царем всех полубогов. Потом так случилось, что он совершил некоторую аппаратку и стал свиней. И когда Брама пришел за ним, Индра очень не хотел оставлять свою счастливую жизнь, свое тело свиньи. Брама говорит, Индра, ты же царь небес, у тебя такая прекрасная жена, у тебя такие подданные, тебе открыты все возможности. А Индра, он ни в коем случае говорил, нет, вот мои жены, я тут счастлив, у меня прекрасные потомства, мне ничего больше не нужно, я счастлив и удовлетворен. В Шаман-Бхага там говорится о том, в какое бы тело человек не попал, в какое бы тело душа не попала бы, она считает, что это самое, она везде извлекает удобство и комфорт, наслаждение. Так вот, Кришна говорит о том, что это Он Сам заставляет нас думать о том, что мы это то или иное тело. Кришна говорит, что Кришна говорит, что сама по себе чистая душа, она не имеет никакой связи, никакой связи с телом, с материальным. Сама по себе без моего влияния не будет никакой связи между телом и чистой душой. И только я создаю эту иллюзию, в которой она проживает эту жизнь, как во сне. Зачем это Кришна делает на знании? Ведь это ведь жизнь. Из-за этого все наши страдания, из-за того, что я считаю себя человеком, и из-за того, что тело это несовершенное, тело это постоянно болеет, постоянно в неверности, подвержено всем гунам, я страдаю. Зачем Кришна заставляет нас страдать? Зачем Бог заставляет? Зачем милосердный Бог заставляет нас страдать? И все потому, что мы хотим сами стать богами, из-за нашей зависти и ненависти к Богу. Мы хотим, чтобы нам служили. Мы почему-то считаем о том, что это самое блаженное положение. И поэтому... А это положение мужчины. Каждый наслаждается, хочет быть мужчиной. Даже женщины, которые находятся в этом мире, они все, по сути, являются мужчинами. Несмотря на то, что они в юбках красятся и укладывают волосы. Потому что мужчина, это значит тот, которому служат. А женщина, она объект, который у нас, она служит. Никто в этом мире не хочет служить. На санскрите называется Пуруша, мужчина. И поэтому именно в Бедах и в других религиях все наставления предназначены для мужчин. Это не для тех, кто в мужских делах. Это обозначает для каждой обусловленной души. Каждая обусловленная душа является мужчиной. Беды так говорят. А те, которые уже понимают о том, что служение Господу это гораздо большее блаженство. у тех просыпается истинно вечная природа, в каком быте они находились. Многие спутники Махаправу, они находятся именно в мужских делах, хотя у них женская природа. Если посмотреть на Вайшна, можно видеть, что у них более женская природа, чем мужская. Как бы они при этом не выглядели. В джаевадарме в самом начале я просто немного коснусь, здесь минута заканчивается. В самом начале идет описание дхармы, когда Санья Святакур начинает спрашивать у Примадаса Бабачи Махараджи. Он говорит, почему все понимают дхарму по-разному? Фактически он спрашивает, почему каждый человек имеет свое мнение о том, что нужно делать? Дхарма — это обозначает, что тебе нужно делать, в чем твоя деятельность, в чем твоя обязанность. Одни считают, что нужно выполнять, следовать законы обществам, это дхарма. Другие считают, что дхарма — это когда ты исследуешь определенные религии. Религий тоже много. Другие считают, что дхарма — это изучение Писания. Третье считают, что дхарма — это медитация. Четвертое считают, что у всех разные представления о религии и у всех разные представления о дхарме. Что такое дхарма? И тогда Примадаса Бабачи Махараджи говорит, что дхарма обозначает функцию того составляющего, что в тебе есть. Это природа. То есть у воды дхарма — это жидкое. Она не может... Вся ее природа может разливаться. Ее структура дает это качество. Она жидкая. у души и то, из чего она состоит. Ее дхарма — это служение с любовью. Именно поэтому каждому из нас больше в самые счастливые наши моменты в жизни это было, когда мы кому-то служили с любовью. Гораздо приятнее на самом деле не когда нам кто-то служит, а когда мы кого-то любим и ему служим. От этого мы всегда испытываем самое большое счастье, когда у нас есть любимый человек, личность, и которому мы служим. в жизни для этого у нас есть дети, в жизни у нас есть родители, друзья, близкие, собачки и кошечки. И мы именно это ищем в жизни, вот именно когда есть кто-то, за кем можно ухаживать с любовью. Ты его любишь. Вот это дхарма души. И для того, но поскольку просто мы обусловлены душа этого не понимая, для этого нужно прийти к Гуру и получить знания. Знания и процесс, чтобы понять это. Даже Кришна сам признается о том, что Кришна сам мечтает обрести любовь, чтобы кому-то служить с любовью. Именно поэтому он приходит в этот мир как для того, чтобы насладиться этим счастьем, этим высшим счастьем, когда ты слушаешь твоему любимому. Ванчика, Калкатуру, Кешикри, Пасин, Дубей, Вача, Патитану, Повинивки, Овайшн, Викхи, Ораму, Нимагал. Повинивки, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... в Айнаме, в Айнаме, в Айнаме, в Айнаме, в Айнаме. Вы получили обычную еду, вы получили это. Я не знаю, что со мной происходит, просто когда я пою эту мантру, то я не могу удерживать это тело, оно само танцует, я не могу сдерживать свои слезы, они сами текут, я не могу закрыть рот, рот сам поет. И я просто вижу перед собой картину Божественного Вридавана, я просто вижу этого темноликого мальчика, который зовет ко мне, иди, иди ко мне, и я бегу ему навстречу, чтобы обнять его, он исчезает. Тогда мой гуру довольный ответил мне на то, что вот это и есть настоящий результат, мантры. Ты добился успехом. Иди иди калию. Итак, в этой калию, в этой калию, хари нам, санкт-гердхана, это дхарма в этой калию. Так что, в этой калию, много скриптов, они рассказывают о том, что ни о том, что ни о том, что ни о том, что ни о том, кто в нём нет, ни о том. И поэтому, Бхагава, это главная криптура. Продолжение следует... 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 Недостатки. Зачем же Парикшит Махарач все-таки сохранил жизнь Кали, и зачем он хотел, чтобы Кали-юга наступила? Именно по той причине, чтобы потом была возможность воспевания святого имени. Сколько бы ни было недостатков у Кали-юги, вот это качество, вот это достоинство, оно затмевает все остальные недостатки Кали-юги. А именно то, что какое святое имя подарили, воспевали. Бхавиша Пуран тоже говорит, что Харинам, Харин, Харин, Хива, Калов, Настива, Настива, Настива. Харин, Настива, Настива. Так, почему Ћ Бхавиша Пуран тоже говорит, « 지금은 Кали-юга, два слова» classes на канале Тálпе. « Зовет по будням святого бог hare, три слова. Треб你說 Бхани, святого бога merch» Она говорит, « Нет, нет». « Democratic gobierno в banks, двух frankly», « нет» в конце концов я говорю это полностью, не только в этой глупости, это дрыдха, правильно говорю это не luôn. Только это, это информация, вторую часть, которое я говорю, что если вы говорите один раз, вы не слушаете. Поэтому я говорю, не только харинам, харинам. Аhouринам. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Итак, в Бовище Пуране это всем известный стих, все среди преданных, это где говорится о том, что в эту эпоху, в которой мы живем, есть только одна духовная практика, есть только одно средство достижения, это воспевание Святого имени. И там говорится 3 раза. Три раза — это значит полное заверение, полное обещание, чтобы не было никаких сомнений. Во второй строке говорится, нет другого средства, нет другого, нет другого средства. Почему же то и говорится? Другая причина того, что нам по нескольку раз говорят, что только лишь Святое Имя и нет другого средства, заключается в том, что мы обусловленные дживы, и с первого раза мы не понимаем. Нам нужно прослушать об этом много и много раз, чтобы у нас ушли сомнения. То есть если homicide сомнения, то это signify кашошу. Вот как девять, пишет кашошу. То, когда искал «все, он строит свое». «Ари, Кришна, 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 Хри, Кришна, Хри, Кри, 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 Кри Рама, Хри Рама, 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 Рама». Продолжение следует... 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 Кали-юга — это Святого Имени. Тоже Кали-юга, не только Кали-юга — это Святой Имени. Садта, Тритя, Двапар, Кали. Твоя дьявная святость на славе Святого Имени, сама Слава Святого Имени. Завтра я слушаю вас в благо святого имени. Харшо? Каждый скажет по высказыванию славы святого имени. Повторяйте. Харшо. Каждый скажет по Маха-праве. Каждый скажет, он говорил, что это Калию. В Калию был мамок. Калию был, он хотел произойти эту цель. Он очень четвертый имени. Его ели, он хотел пойти это Калию. Он хотел стать Калию. Я должен объяснить, что это первый тель. Он рассказывает что это вторая. Другая причина прихода Швича Канни Махапрабху заключается в том, что наступает только раз в день Брамы, чтобы подарить людям Рага Маг. Это происходит один раз в день Господа Брамы. Тогда один раз приходит Швича Канни Махапрабху и дарит эту возможность. Любовь к врачам. Хорошо. Примарас ниржас карите асватал, Рага Маг. Бхактилоке карите прачаран. Примарас ниржас карите. Рага Маг бхактилоке карите прачаран. Примарас ниржас карите прачаран. Примарас нирžас карите прамарас ниржас карита прачаран. И пишут, что Маха бхактилок? в этом стихе говорится о том, что Шичитани Махапрабху пришёл сюда ради того, чтобы самому насладиться, что такое любить, то, что такое премараса, то, что испытывает Его преданное, Его Самое Высшее преданное. Он пришёл, чтобы насладиться не просто чистой любовью врача, а пришёл, чтобы насладиться любовью своей самой возвышенной преданной. И также Он пришёл, чтобы подарить этот вкус этому миру, установить путь Рагомарк, установить эти любовные взаимоотношения с Господом вне благоковения и почитания перед Ним без понимания о том, что перед Тобой и Верховный Господь. Хорошо. Махапрабху, Он выясняет вам, что он говорит о том, что Глори Махапрабху. Он говорит про Махапрабху Но Махаправу превосходство пишет, что он будет очень счастливы. Что он пишет? Но Махаправу, когда он слышит это, ему появилось счастливого. Счастливое слово. Такое слово хранит, он вторг, быталя, чатла. Он говорит, что он чатла, и чатла, и крайне очень長. Продолжение следует... 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 И они удастся в этой коллегии, и они тоже внушают в любви. Тут все полно изъянов. Здесь нет ничего совершенного. Далеко-далеко от совершенства. Время ссор. Это время, в котором мы живем, это время ссор. Ссоры это нормальное явление. Они везде. Это кали-юга. Но несмотря на все это, несмотря на то, что это такое ужасное, мучительное время, полубоги мечтают родиться в это время. Они готовы тоже страдать все это, отстрадать все это. Никакого тут, ни о каком счастье здесь, в материальном мире, помышлять даже не нужно. Здесь рождаются не для того, чтобы найти какую-то счастливую работу, какую-то счастливую семью или какие-то другие хорошие местечки. Здесь рождаются не для этого, в этом ужасном мире, а для того, чтобы как раз получить эту возможность отчетания Махапрабху, зацепиться за нее и отдать все свои силы на это, насколько это получится. Почему эти полубоги хотят в это время рождаться? Потому что сейчас самая легкая возможность это получить. Она просто открыта и лежит на ладонях. Просто веры не хватает из глупостей. Да. Учительное, в таком времени, они тоже очень многое изеществ. Это было очень многое изous — тысячи лет, когда они везде везде, то они непросто отчетали эту запасу. А может быть, они не получили этот запасу, может быть, кто-то не получил эту запасу, но это очень просто. Прежде, прежде, то есть на этой планете, эта планета Саддане. Здесь для того, чтобы что-то обрести, все должны родиться когда-нибудь, все совершать какую-то Саддану, это место Саддане в этой Вселенной. И прежде, в другие эпохи, в другие времена, чтобы обрести прему, не говорится о той премии, которая доступна сейчас, а чтобы просто обрести любовь к Богу, для этого нужно было тысячелетия заниматься тяжелыми аскезами, и нет гарантии, что ты это потом обретешь, и что ты потом обретешь. А сейчас это самая легкая возможность. Всего лишь хлопать в ладоши и повторять Харе Кришна в ладоши и повторять Харе Кришна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 чем Мама Айшота. И когда говорят Шачинандана, пусть же Шачинандана проявится в вашем сердце, потому что к сыну переходят все качества матери. Когда ты называешь его Шачинандана, ты просто делаешь так, что он вспоминает о том, какая у него мать. Он сам по себе милосердный Господь, а так он еще и обладает всеми качества матери. И поскольку он самый милосердный Господь, он прощает нам все наши оскорбления Шачинандана. Вот точно так же, как Мама Айшота прощает Мама Шачи и решает все внимаю маменьку, вот точно так же у нас надежда только в том, что Шачинандан простит все наши оскорбления. Шачинандана гаур-хари-ки-хар. Шачинандана гаур-хари-ки-хар. Шачинандана гаур-хари-хар. 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 Шачинандана гаур-хар. Шачинандана гаур-хари-хар. Шачинандана гаур-хари-хар. Шачинандана гаур-хар. Шачинандана гаур-хар. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Прочетане чаритаврита описывается Это встреча Шейрупа Госвами и Шимана Махапрабху в Прайаге. И там Шиман Махапрабху просит всех преданных, чтобы каждый подарил свою милость, свое шахте Шейрупа Госвами, для того, чтобы на него предстояла самая важная задача, чтобы именно он расподарил это учение этому миру. Потому что, как Махарач объясняет, отец никогда не отдает ключи от казны, от денег никчемному сыну. Он никогда не дает его постороннему человеку, дает только тому, кто знает, что полностью сможет, способен это сделать, самому достойному сыну. И вот так Шиман Махапрабху, как объясняет Ачаре, тогда в Прайаге передал ключи от этого сва-бхакти-шри-ямши и Рупы Госвами, для того, чтобы тот открыл это для всего мира. Да, 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 да. Да, 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 да. Прославленный поэт Вайшнаф Мадавадас написал замечательные киртаны в песне, прославляющую Шейрупу Госвами. Он говорит, «Янкали, Рупа, Шарира, Надхарата». Что бы было с этим миром, если еще и Рупа Госвами не подарил бы, не раскрыл бы нам Враджа-према, не раскрыл бы нам тайное сердце Махапрабхуа. Именно он подарил нам это самое высшее сокровище. И Шилла Гурзеф объясняет, что он, там в песне сначала поется о том, что именно он открыл врата Враджа-према. И Шилла Гурзеф объясняет, что это за врата Враджа-према, что это за дверцы, створки. Это Уджваланиламани и Бхатирасамрита Синду. Эти главные двери, дверцы в это сокровище. То есть это была вторая внешняя причина Швича Тани Махапрабху о том, что он пришел подарить людям. Рангав Марк, это Ураджа-према. Хорошо. Телегонам, Тарди Джей, Махапрабху, и этот мир, это Телегонам Тарди Джей. Теперь приступаем к изучению третьей причины. Покушал Тарди Джей? Дим, дим. Падик, дим. Падик, дим. Падик. Он пытается снять иtrать створку. Слушай, тут же. Говорит, что Махапрабху о том, что Махаппарху о том, что Махапрабху о том, что пространство Тарди Джей. Одrzeя Хаджи, мол via на нём. Говорит три причины, почему Махапрабху пришел в этот мир, это зол све. Адвайта Ачарья. Когда Адвайта Ачарья пришел в этот мир и посмотрел, что тут происходит, как тут живут люди, он ужаснулся и увидел, как мы живем. Адвайта Ачарья, Адвайта Ачарья, Садаси, Маха Вишну. Маха Вишну, this work, is the creation, you know, creation, this is the creation, he created this material wall, so he's the responsibility, he's the, he's maintaining this material wall, he's the creator, this is the duty he can do, maintaining, how he can do maintaining, only this maintaining through the bhakti, prema, only by this way of maintaining, now if so much body, now how can maintaining the situation, very balanced situation. Итак, почему ужаснулся Адвайта Ачарья? Почему у него появились такие чувства, глядя на нашу жизнь? Кто такой Адвайта Ачарья? Это Маха Вишну, это воспитатель этого детского сада фактически. Маха Вишну, это творец этого мира, и из его пора исходят эти вселенные, и из него исходят все инкарнации, из него устанавливаются югадхармы благодаря этим инкарнациям. Он породил эту вселенную, и он поддерживает жизнь и развитие в этой вселенной. Каким образом происходит поддержание жизни? Главным образом предназначение этого мира для того, чтобы обрели bhakti. Именно благодаря bhakti и ради bhakti здесь поддерживается жизнь в этой вселенной. Поэтому, когда пришел Адвайта Ачарья, он вдруг увидел, что то, ради чего эта вселенная была создана, этого нет. Потому что люди живут, люди получают эту жизнь, но живут совершенно другими целями. Они ничего не знают о bhakti, и они не следуют bhakti. Когдаих дошел Мeth и все перечислились, когдаожет сбросить воду кожусь, Возвращение мангала чанди, чанди, чагаран, деви, чагаран, весь night they are not sleeping, курдаттищи, they are one baby, drinking, eating, dancing, like, you know, nyad person, and sometimes they have marriage to villa, building, cat, you know, one side, one dog, one, she dog, he dog, she cat, he cat, one side, they are some person, another side, they have to marry, million, billion money they have spent, they are drinking alcohol, eating, and they have to enjoy. Что увидела Два Тачарева, Махаммадж описывает? Когда он пришел, он увидел, что люди, что даже самые богатые люди, они живут совершенно бессмысленно, не то, что бессмысленно, совершенно низкой жизнью. Люди поклоняются чанди, богине чанди. В чем заключается это поклонение? Ночью они не спят, они, напившись, танцуют в этом пьяном безумии, предлагают богине, эти алкогольные напитки выпивают сами, едят нечистое, то есть, там, и едят мясо при этом. И одним, ради своего развлечения, они тратят огромные деньги, то есть, огромные деньги для того, чтобы забавляться, видя о том, как женятся собаки и кошки. То есть, сейчас тоже можно это видеть, заводит маленькое создание в себе дома, которое, которые стрижки, прически, укладки, массажи и все остальное. Вот то же самое было в еще более крупных масштабах во времена 6-2 Тачарии, когда одна семья, например, одной собачечки, у них ставили и помолки, и тут все, праздник большой, шикарный, и устраивали эти царелинские свадьбы, этих кушечек и собачек, и тут все торжественно это отмечали. Поэтому до этой Чарии ужаснулся от этой жизни, то, ради чего он в Вселенную Сольду. Анастасия, что-то в основном, и кто-то-то очень очень хорошо знаком, и в основном, и в основном, чем-то докучали, что-то в Сольду, Дахархакар, темнеум, неум-то, Они здоровы. Но они не читали, что они не знают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И указывают друг другу на недостатки Вот это было их использование интеллекта Чем больше ты увидишь недостатки, одержишься над всеми победу в интеллектуальном знании Когда он увидел, как аскеты занимают свою практику Ему это крайне не понравилось, он увидел, что никто не видит ни в Бхагава, ни в Бхагавах действия о том, что Юга Дхарма это Харикришна Махамантра Никто не следует этому, все, что они следуют, это в лучшем случае заходишь в Вото и говоришь Гангича, Ямуна, Чаева, Гадавари, Сарасвати Какое-то очищение, вершина духовной практики И если они не говорят, что Юга Дхарма, Кришна Критана, Кришна Критана, Кришна Критана наступает он рад, как Махамантра в берез Он говоритmom.. Онеждает сработания, чтобы он чувствует его, Добавил субтитры Алексею Дубровскому, Добавил субтитры Алексею Дубровскому, Добавил субтитры Алексею Дубровскому, Добавил субтитры Алексею Дубровскому, Их тоже очень сильно беспокоили тогда в Новодрипе. И Адвайда Чаря думал, я могу сейчас установить Юга Дхарму, я могу объяснить людям смысл этой Дхармы, я могу объяснить и показать о том, что именно воспевание Святого Имени может очистить наше сердце и возвыситься. Я могу все это сделать. Адвайда Чаря тогда было высокое положение в обществе. Он был большим авторитетом, и он обладал силой Махавишну. Махавишну фактически параматма в сердце каждого. Он мог установить и изменить весь этот мир, подавить Юга Дхарму, воспевание Святого Имени. Точно так же. Но Адвайда Чаря думал, но любой Фраджа я не могу подарить. Рагану Габахти я не могу подарить. Этого нет у Махавишну. И поэтому он думал, что это особая Калиюка. Я хочу подарить им самое высшее. А для этого мне нужно призвать моего Прабу, моего Господина. Он это может сделать. И тогда он начал искать в Писаниях о том, как легким способом, как самым лучшим способом призвать сюда Господа, чтобы Он установил это. И тогда он начал искать в Писаниях о том, что он начал искать. Он сказал, что слышно, говорится, а с Слопом, но это Каутамина Тантра, конечно, это Слопом. Когда он искал в Писаниях, то в Гаутане Тантри он нашел стих Туласи Джаламатрина, там говорится о том, что если Господу предлагать Туласи, нежные листочки сверху, с водами Ганги, то Господь чувствует себя настолько обязанным, что Он тебя продает этому человеку. То есть человек будет им полностью распоряжаться. Он отдает себя человеку. И когда отводится человеку говорит, о, так это совершенно легкий процесс оказывается. И он каждый день стал приносить воды Ганги и поклоняться Шиле, что он прямо Шиле предлагает Туласи и воды Ганги. И громко звал апреля, чтобы Господь пришел. И тогда его звал также Нара, как Мадва Ачарю Махабрабху назвал Нара. Нара обозначает громкий рыв. Он своим громким зовом буквально остался тридцать трон Господа Навайкунхи от своего предложения и своим Магом 2 2 3 2 2 Первая вещь в Туласе, когда Соларе становится так радостно. Это написано только в двух сторонах? Вторая вещь в Туласе. Туласе это сама Бринда Деви, это сама Йога Майя. Йога Майя устраивает игры Кришну, потому что она знает его сердце, знает, что его порадует. И поскольку она именно устраивает его игры рады и Кришны, поэтому Туласе, как ее проявление, необычайно дорого Кришне. Кришне не принимает ни одного подношения без листика Туласе, насколько дорога ему Туласе. Потому что в Ринда она устраивает все его игры, особые игры. Воды Ганги. Воды Ганги это тоже его шахти, тоже его близкая шахти. Она, помимо того, что она тоже является одной из его шахти, она является его черенамритой. То есть вода Ганги это когда Солар Манаде востекающая вода. Таким образом, Туласе и воды Ганги они очень дороги для Господа. И говорится в читании Бхагатам, что когда Господь ушел из этого мира, Он остался в четырех проявлениях. Из них вот, два из них это Туласе и вода Ганги. Хорошо. Это... Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok